После того, как мы посмотрели на смерть и воскресение Иисуса Христа, мы посмотрим на то, что такое вера в Иисуса Христа. Что значит веровать в Иисуса Христа ко спасению? Откроем Евангелие от Марка, первую главу, 14 и 15 стихи. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В 15 стихе есть две вещи, которые человек должен сделать, чтобы быть спасенным. Они должны покаяться в своих грехах и верить в Евангелие. Когда мы читаем великие исповедания веры, нам ясно видно, что спасение приходит через покаяние и веру. Вы должны покаяться, вы должны верить. И на обе этих момента мы должны обратить внимание. Но прежде чем мы это сделаем, давайте посмотрим на то, как выглядит современный призыв проповедников прийти ко Христу. Современная культура известна тем, что она поверхностна. поверхностна мы в литературе, в искусстве, однозначно в индустрии развлечений. Одна сложно сказать, что мы глубокие, вдумчивые люди. Поскольку наша культура такая поверхностная, точно также наше Евангелие, благовесть становится поверхностной. Мы взяли славное Евангелие Иисуса Христа, и упростили его до уровня простого исповедания веры. И принятие Христа стало чем-то вроде ритуала. И это ясно видно во многих из евангелиционных кампаний по всему миру. Проведник будет учить Евангелию, которая не совсем Евангелие. или это будет очень-очень поверхностное представление Евангелия. И в конце Он даст призыв. И в этот момент свет в зале немножко тускнеет. И приятная медленная музыка играет. И в это время благовестник говорит, есть ли среди вас тот, кто хотел бы принять Иисуса Христа личным Господом и Спасителем? И может сказать, поднимите руку все, кто хотят принять Иисуса. И когда вы поднимите руку, Он попросит, чтобы вы вышли вперед. Во многих из таких кампаний сами христиане выходят. Чтобы это было удобнее и легче неверующим тоже выйти. Когда люди выходят вперед, проповедник спросит у них, «Хотите ли вы быть спасенным?» И во многих случаях, когда они говорят «Да», и они скажут всей группе «Молитесь вот этой молитвой вместе со мной». И они им помолятся молитвой. И проповедник скажет «Если вы искренне помолились, значит вы спасены». И люди возвращаются на место. И с таким подходом к благовестию есть несколько проблем. Во-первых, это не имеет отражения в Библии. Во-вторых, есть такой подход немножко манипулятивный в этом процессе. Потушение света. Приятная, спокойная музыка. Как бы, сами когда христиане выходят, чтобы сделать это легче для неверующих. Все это очень опасно. И может легко привести людей к решению, которое не является ничем больше, чем эмоциональным. И проблема в том, что все это приглашение ориентируется вокруг особой молитвы. Не очень много говорится о покаянии. Покаяние не разъясняется ясно. Людям не говорится о том, как различить, действительно ли они покаялись. Вера не объясняется. Людям не объясняется, как отличить, есть ли у них вера или нету. Вместо этого, их направляют к молитве. Повторить молитву за проповедником. И если они повторят эту молитву, Благовестник говорит им, что вы теперь спасены. Это очень и очень часто происходит в Америке. Но то же самое происходило и в Восточной Европе, и в России. И это то, что имеет свое начало, происходит из Соединенных Штатов. И это не основывается на Библии. И очень опасно. Много лет назад я был в Румынии. И я разговаривал, беседовал с румынским христианином. И вот, что он мне сказал. Эти американские проповедники, они очень обманчивы. Они говорят, что десятки, сотни, тысяч и даже миллионы людей были спасены. Если мы суммируем все количество людей, которые, они говорят, были спасены во время их кампаний. Это будет значить, что каждый абсолютно житель в Румынии был спасен четыре раза. Это неправильно. Это очень опасно. Как же нам приглашать людей прийти ко Христу? Мы должны это делать так же, как делал это Христос. Мы должны призывать их покаяться. И верить. Мы не должны заниматься манипуляциями. Мы должны создавать какое-то привлекательное для них, чтобы привлечь их. Мы не должны делать это для них слишком тяжелым. Но так же мы не должны для них делать это слишком легким. Нам нужно делать именно то, к чему нас призывает Писание. Мы видим в книге Деяний. После проповеди апостолы будут призывать, призывали народ, покайтесь и веруйте. И все, кто покаялся и поверил, были крещены. Можно посмотреть еще на другой вид благовестия, который также является опасным. Это личное благовестие, которое тоже не соответствует Библии. Это такое личное благовестие, которое начинается, когда Христос подходит к человеку и говорит, что Бог любит вас, и у Него есть замечательный план для вашей жизни. Мы не видим такого подхода в Библии. И еще, что такой подход он сбивает с толку. В чем главная проблема современного человека? Он любит себя. Все вращается вокруг него. Так что, когда вы подходите к неверующему и говорите, что Бог любит вас, и у Него есть замечательный план для вашей жизни. Можно только представить, как хорошо отзовется на это человек, который любит себя. Он говорит, что Бог любит меня. Замечательно. Я тоже себя люблю. И у Бога есть замечательный план для меня. Замечательно. У меня тоже есть хороший план для себя. И ты хочешь сказать мне, что если я приму этого Бога, Он поможет мне быть всем тем, чем я мечтаю быть? Это очень неправильный подход. Нам нужно брать более библейский подход. Мы должны начинать с того, чтобы говорить людям о том, кем является Бог. Без понимания того, кто есть Бог, очень сложно понять все остальное, что касается Евангелия. Мы должны объяснить людям, что Бог есть святой Бог. Что Бог справедливый Бог. И что хотя Он любящий Бог. И хотя Он каждый день проявляет свою любовь и в отношении нечестивых, и в отношении верных. Он тем не менее справедлив. И у Него есть очень большая проблема с человеком. И также нужно сказать людям, кем они являются. И что Бог думает и говорит о людях. Что они грешники. Что они отделены от Бога. И что они заслуживают гнев Божий. Также нам нужно сказать им о том, что Бог сделал для них во Христе. Чтобы они увидели то, что единственная их надежда может быть только во Христе. И призвать их к покаянию и вере. И очень часто личное благовестие происходит примерно так. Кто-то подойдет к потерянному человеку и скажет. «Знаете ли вы, что вы грешник?» И потерянный человек скажет «Да, я знаю». И тогда евангелизирующий перейдет к следующему вопросу. «Ну, давайте тогда посмотрим на это». Человек говорит «Да, я соглашается с тем, что он грешник». Но что это значит? Дьявол тоже знает, что он грешник. Но это не покаяние. Вопрос не в том, знаете ли вы о том, что вы грешник. Вопрос заключается в том, изменилось ли ваше отношение к греху. Мы говорим людям, которые услышали Евангелие. Изменилось ли ваше сердце после того, как вы услышали Евангелие? Грех, который вы раньше любили, ненавидите ли вы его сейчас? Видите ли вы грех так, как видит его Бог? Хотите ли вы избежать его? Недостаточно сказать, задать вопрос «Считаете ли вы себя грешником?» Это не значит, что они покаялись. Покаяние – это когда наше сердце меняет свое отношение ко греху. И мы начинаем ненавидеть грех, который мы раньше любили. Но в современном благовестии, если кто-то говорит, что он грешник, тогда они переходят к следующему вопросу, который состоит в том, хотите ли вы попасть на небеса. И кого бы встретили, кто бы ответил на этот вопрос «Нет, я не хочу на небеса, я хочу в ад»? Все хотят попасть на небеса. У всех есть эта идея о том, что небеса – это такое совершенное, замечательное место, где вы можете получить все, что вам хочется. И нету никаких страданий, нету никакой боли. Конечно, всем хотелось бы туда попасть. Но это не значит, что Бог начал действовать в сердце таких людей. Нам не стоит задавать людям вопрос «Хотят ли они попасть на небеса?» Мы должны спрашивать этих людей «Начал ли Бог работать в вашем сердце так, что теперь вы хотите быть с Богом?» Практически все хотят попасть на небеса. Но большинство из них не хотят, чтобы там был Бог, когда они туда попадут. Вопрос не в том, хотите ли вы на небеса. Хотите ли вы быть с Богом? Было ли в вас это обновленное желание знать Бога? Знать, каков Он? Понимать Его волю? Быть в общении с Ним? В этом вопрос. Хотите ли вы быть с Богом? И если человек скажет «Да, мое сердце изменилось в своем отношении к греху». Мое сердце изменилось в своем отношении к Богу. Грех, который я когда-то ненавидел и любил, теперь ненавижу. И Бога, которого я до сих пор игнорировал, я теперь желаю быть с Ним. Это и есть свидетельство покаяния. Их ум поменялся. Они по-новому смотрят на жизнь. Смотрят на грех по-другому. Видят Бога по-другому. Это свидетельство покаяния. Но человек, который кается, также должен верить. Он должен верить в то, что Христос умер за его грехи. И смерть Иисуса Христа была достаточно. Было достаточно для того, чтобы его спасти. И здесь тоже есть большая проблема. Мы можем рассказать человеку о всех обещаниях о спасении в Писании. И они могут прочитать их. И могут согласиться с ними. Могут понимать их. Но это не значит, что у них есть спасающая вера. Вера приходит от слышания слова. Очень часто людям приходится бороться очень долго, прежде чем, как они придут к спасающей вере. Но очень часто благовестники современные, они очень нетерпеливы. Им надо, чтобы человек пришел к вере прямо сейчас. И поэтому они заставляют, предлагают людям совершить молитву. И довериться той молитве, о которой они помолились. Это неправильно. Мы должны привести людей к обещаниям. И показать им обещания Божьим. И помочь им понять обещания этим. Молиться с ними. Молиться за них. Но мы не можем заставить их поверить. Это сверхъестественная работа Божья. Я проповедовал Евангелие, и я видел людей спасающихся прямо во время проповеди. Ко мне подходили люди и говорили, Брат Пол, когда вы проповедовали, в то время, как вы проповедовали, Бог спас меня. Я верю в Иисуса Христа. Я вижу, что Он Сын Божий. Слава Богу. Но другие люди подходят ко мне после собрания. Они соглашаются с тем, что было сказано. Но у них нет уверенности. Они не действительно верят. Им нужно проводить разговоры, беседы с ними на протяжении многих дней. Им нужно самим проводить время в изучении Слова. Они могут искать Бога месяцами, прежде чем они придут к уверенности в спасении. Но я и никто другой не может дать им эту уверенность. Это работа Святого Духа. Вот пример. Много лет назад я проповедовал в Северной Канаде. И когда я начал проповедовать, двери церкви открылись, и большой грузный человек вошел. И он сел на передней скамье. И он выглядел очень-очень печальным. Я проповедовал Евангелие. И когда я закончил проповедь, я прямиком пошел к нему. И спросил у него, почему вы так печальны? Он сказал, что врачи дали ему диагноз, что ему осталось три недели жизни. И он сказал, что я никогда не был в церкви. Я никогда не читал Библию. Но я верю в Бога. И я боюсь умирать. И я спросил у него, я проповедовал сегодня Евангелие. Поняли ли вы то, что я проповедовал? Он сказал, да. И он сказал, ну даже ребенку понятно то, о чем вы проповедовали. И он сказал вот что. И что это все? Я просто должен понять? И я ответил ему, что нет, вам нужно покаяться и поверить. И он спросил, что это? Я спросил у него, изменилось ли отношение вашего сердца к греху? Видите ли вы себя грешником? Недовидите ли вы то, кем вы являетесь? И он сказал, что он до конца не понимает. Я спросил, верите ли вы в Христа? Я понимаю об этом. И вот в чем проблема. В этот момент многие благовестники бы помолились с ним вместе молитвой. И если бы этот человек помолился молитвой, они бы ему сказали, что теперь вы спасены. Это очень неправильно. Когда мы проповедуем Евангелие, это практически как рождение, как роды. Иногда они бывают затяжными. И я сел с этим человеком. И сказал ему, что вера приходит от слышания слова. Вы умрете через три недели. И я буду с вами все это время, пока вы не умрете или пока вы не примете Евангелие. И мы начали, я начал показывать ему все обещания. Обещания в Ветхом Завете, обещания в Новом Завете. Мы прочитали их все. И обсудили. Молились о них. Но у него все равно продолжалась борьба. Но мы просто продолжали изучать, рассматривать учения о покаянии и вере. Мы смотрели на все то, что Бог обещал. Наконец, после примерно двухчасовой беседы, я предложил прочитать Иоанна 3 глава 16 стих. И он сказал, мы уже его несколько раз прочитали. И я предложил, давайте все-таки еще раз прочитаем. Мы помолились. И он начал читать. Библия лежала у него на коленях. И я помню его большие руки-лапищи, держащие Библию. И он начал читать. Он сказал, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И его руки начали дрожать. И слезы потекли у него по лицу. И он воскликнул, я спасен. Я обладаю вечной жизнью. Все мои грехи упрощены. У меня больше грехов в семье пошли. И я его спросил, как вы знаете? И он сказал мне, что вы что, не читали никогда этот стих раньше? Видите ли вы, что произошло? Дух Божий открыл его сердце и ум. Дух Божий дал ему уверенность. Не какая-то молитва особая. Не доверяя какому-то этому именно проповеднику, который говорит ему, что теперь вы спасены. Дух Божий спас его. И Дух Божий именно и сказал ему то, что он теперь спасен. Вот как мы приводим людей ко Христу. Я вырос на ферме. И там мы такое говорили. Можно привести лошадь к воде, но заставить ее пить нельзя. Точно так же можно проповедовать Евангелие человеку. Но есть ограничения в этом. Можно убеждать человека покаяться и поверить. Но вы не можете заставить его это сделать. И нельзя поменять местами или заменить молитву покаянием и верой. Откроем Откровение, третью главу. Двадцатый стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со Мною». Иисус говорит, что он стоит у двери и стучит. И если кто-то слышит его дверь и откроет, если он слышит его голос и откроет дверь, то он войдет к нему и будет вечерить с ним. И очень часто этот стих используется во время благовестия. Но нам нужно быть очень осторожными. И очень часто они говорят, что Иисус стучит у двери грешника. Но этот стих не об этом говорит. Здесь говорится, что он стоит у двери и стучит, но здесь не говорится о том, что это сердце грешника. На самом деле он обращается к церкви. Церковь в Лаодикие. Он не говорит, что я стучу у сердца грешника. И если грешник откроет дверь через всказывание определенной молитвы, я войду к нему. Это не то, о чем говорит Иисус. Но вот именно так этот стих и используется сегодня. Прежде всего, он стучится в дверь церкви. Церкви, которая практически отстранила его от общения. И он призывает эту церковь к покаянию. И чтобы эта церковь возобновила отношения свои с Христом. И вот о чем этот стих, именно об этом. Поэтому использовать этот стих в благовестии очень опасно. Мы можем использовать его как иллюстрацию, но не как обещание. Призывает ли Иисус людей к тому, чтобы они были спасены? Да, Он призывает. Но что Он говорит, чтобы они делали? Говорит ли Он то, чтобы они открыли свое сердце, помолившись? Нет. Согласно Писанию, Он говорит им, чтобы они покаялись и веровали. Чтобы открыли Ему всю жизнь. Чтобы они приняли Его не просто как Спасителя, но как Господа. Чтобы они поверили Его обещаниям. Но мы превратили это в какой-то ритуал. Помолитесь этой молитвой. Повторяйте за мной. Попросите Иисуса прийти в ваше сердце. И Он войдет. И мы говорим людям, что они спасены, потому что они сделали это. Это неправильно. Сколько людей сейчас, которые верят в то, что они спасены, потому что они помолились, с такой молитвой. И в то же самое время эти люди живут, как дьяволы. И что очень важно. Иисус обещает, что всякий, кто откроет свою жизнь для Него, Он войдет к тому человеку. Но посмотрите на свидетельство того, что Он вошел. Свидетельство того, что Христос вошел в чью-то жизнь, заключается в том, что Он будет вечерить с Ним. Многие люди думают о том, что они спасены, потому что они когда однажды помолились, значит теперь они спасены. Но они не продолжают в общении с Иисусом. И это является свидетельством тому, что Христос не вошел в их сердце. И свидетельство того, что Христос действительно вошел в ваше сердце, Это то, что вы становитесь в общении с Ним. Находитесь в настоящем личном общении с Ним. Которое продолжается. Вернемся к Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих. Иисус говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это было написано на греческом. И в греческом оба эти повеления в настоящем времени. Которое описывает продолжающееся действие. То, что Иисус говорит, это время приблизилось. Время пришло, исполнилось и приблизилось Царствие Божие. И призыв, проведите остаток своей жизни в раскаянии и вере в Евангелие. Очень часто я в разговорах с людьми на улице задаваю им вопросы о том, спасены ли они. Слышишь, что они говорят, что да, мы спасены, потому что мы помолились молитвой. И они же говорят, да, я уже через это прошел. Они относятся к своему спасению, как какая-то вакцина, которую они получают у врача. И когда вы говорите с ним о покаянии, они скажут вам, что я уже покаялся. Если вы говорите с ними о вере, они скажут, что это со мной уже произошло, я уже уверовал. И однажды когда-то в жизни своей они уверовали, покаялись, покаялись. Но они не продолжают жить покаянием. Однажды когда-то в жизни своей они сказали, исповедовали, что они веровали. Но они не продолжают верить. И вот, что вам нужно понять. Свидетельство того, что вы покаялись тогда когда-то назад, это в том, что вы и сейчас продолжаете каяться. Свидетельство тому, что вы поверили, уверовали когда-то давно, заключается в том, что вы сейчас продолжаете веровать. Свидетельство того, что Бог спас вас когда-то тогда в прошлом, является то, что Он и сейчас продолжает спасать вас. Свидетельство того, что вы были оправданы в прошлом, это то, что вы проходите через освящение сейчас. Что тот, кто начал доброе дело в вас, продолжает и совершает его. Это очень важно понимать. Спасение – это не вакцина. В нашей жизни должен быть этот момент, когда мы каемся и верим. И когда мы каемся и верим, в тот момент мы получаем спасение. Но свидетельство того, что мы были спасены, звучит в том, что Бог продолжает работать в нас. Мы продолжаем каяться. И продолжаем верить. И вот это и значит покаяние и вера. Откроем послание к римлянам. Десятую главу. Прочитаем 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это один из очень замечательных отрывков из Библии. И один из аргументов Павла, который говорит о том, что вера, что спасение только по вере, а не по делам. Но и этот отрывок был превращен в пустой ритуал. Мы говорим людям помолиться молитвой. И мы говорим им, чтобы они призвали имя Господа. И мы говорим им, что да, теперь они спасены, потому что они это сделали. И благовестники призывают людей выйти вперед. И они используют этот стих. Они говорят, что вы должны верить в сердце. И должны исповедовать Иисуса Господом через эту молитву. И попросив Его войти. Этот отрывок учить совершенно не этому. Давайте внимательно посмотрим на него. «Если устами твоими будешь проповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». В Новом Завете есть некоторые такие моменты, которые нельзя разделить друг от друга. Они идут вместе, рука об руку. И иногда это вызывает недоразумение. Например, вера и крещение. Очень часто они вместе идут в Новом Завете. И из-за этого возникло недоразумение, в котором многие люди верят, что мы спасаемся верой и крещением. Но Библия совершенно этому не учит. Библия учит тому, что мы спасаемся верой. А крещение – это свидетельство о нашей вере. Тот факт, что мы публично признаем то, что мы вместе со Христом. Еще две вещи, которые идут рядом вместе в Библии – это вера и дела. Из-за этого многие люди думают, что мы спасаемся верой и делами. И это тоже неверно. Мы спасаемся по вере. А дела – это свидетельство нашей веры. И некоторые люди, которые читают этот отрывок в Римлянам 10 главе, поступают так же. Они говорят, что спасение – это по вере и исповеданию веры. Но и это не так, потому что, еще раз, мы спасаемся только по вере. Но свидетельство нашей веры – это то, что мы, когда мы уверовали, мы будем исповедовать Иисуса Христа. Мы будем исповедовать Его имя на людях. Даже если это будет стоить нам жизни. И этот отрывок ничего не имеет отношения к тому же, когда кто-то выходит перед собранием и совершает молитву. Этот отрывок говорит о спасении по вере в Иисуса Христа. И свидетельство этого спасения – это исповедание Его. Если мы действительно спасены, мы будем исповедовать Его. Девятый стих. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом. Почему это важно – исповедовать Иисуса Господом? В Римской империи Кесарь был Господином всего. И если вы кого-то другого называли Господином, Господом, вы считались предателем. Вас выгнали бы из страны. И вы могли бы запросто потерять жизнь. И то, о чем это говорит – это, когда вы уверовали, то вы исповедуете Иисуса Господом, даже если это будет вам стоить жизни. Это очень важно – Иисус Господь. И совершенно не значит, если вы говорите это только своими устами, что вы христианин. Потому что, как Матфея в 7 главе описывается, что многие в день суда придут к Нему и будут называть Его Господом. Иисус скажет им – отойдите от Меня, Я никогда не знал вас. Давайте обобщим то, что мы узнали. Как мы спасаемся? Мы спасаемся через слышание Евангелия. И когда мы слышим Евангелие, Дух Святой работает в нашем сердце. Он возрождает нас и дает нам новую природу. И это новая природа, по этой природе у нас появляются новые желания. И когда мы слышим о Христе, мы отзываемся на это с любовью. И нас привлекает к Нему. И нашим новым сердцем мы также ненавидим грех. Мы изменились. До этого мы любили грех. И ненавидели Бога. И ненавидели Божий закон. Но теперь мы ненавидим грех. И любим Бога. И любим Его закон. Это покаяние. Изменение ума. И видеть грех тем ужасным, чем он на самом деле является. И мы не можем больше на себя надеяться, на самих себя. Но мы доверяемся только Иисусу. Мы верим в Его обещания. Мы постоянно возводим свою надежду на Него. Наша надежда на Христа. И свидетельство о том, что мы действительно поверили. И в том, что мы начнем жить для Него. И будем исповедовать Его. Даже если это будет стоить нам жизни. Мы должны отвернуться, отказаться от поверхностного благовестия наших дней. И должны вернуться к Писанию. Мы должны вернуться к Слову Божьему, к Писанию. Я молюсь о том, чтобы Бог использовал это в вашей жизни. Что если вы не покаялись, вы покаетесь. И если вы не поверили во Христа, вы поверите в Него. И я молюсь о том, что если вы христианин, вы будете проповедовать Евангелие по-библейски. Давайте помолимся. Паре, мы благодарим Тебя за этот день. И мы молимся о том, чтобы Ты использовал эту весть, чтобы помочь Твоему народу. И чтобы те, кто не знают о Тебе, не знают Тебя, узнали Тебя через эту весть. И чтобы у них была уверенность о спасении, которое приходит от Тебя. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.